это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня да не доставайся что никому абсурдные реакции на задержание показали рязанские автоинспекторы и хочется и колется особый противопожарный период стартует сезон охоты как это будет работать их не запутаешь методы работы тех кто идет по следу очень часто при задержании автоинспекторами нетрезвых водителей происходит в чем-то даже невероятная история у нас есть возможность показать эксклюзивное видео таких моментов подборка самых необычных водителей у валерия седова со звонким хрустом он разносит лобовое стекло некогда любимой восьмерки машина подлежит эвакуации но хозяин с этим не согласен дескать а не доставайся же ты дорогая моя никому этот доморощенный халк который снес у авто еще и заднее боковое стекло водитель правда несовершеннолетний остановили его за отсутствие номеров при проверке узнали что нет и удостоверения в общем такое вот комбо а с любимой своей решил проститься ярко при том и ласточку свою он не пожалел а вот сабвуфер забрал сердцу видать дороже вон как нежно от проводов отсоединяет сложив небольшой кучкой все добро команда утилизаторов продолжает разбор машины свои пожитки в одну сторону разбитое стекло в другую сюда же изолента которая служила задним стеклом а после того как черная завеса сорвана срывают и заднюю дверь но все тщетно и и все равно увезут на эвакуаторе а вот материал по водителю направят в комиссию по делам несовершеннолетних в общем в чем-то даже повезло больше чем нашему следующему персонажу здравствуйте ну а почему бы и нет стесняться уже некого инспектор рядом так что можно от хлебнуть еще видать для храбрости сколько выпил так и не признался да в общем то и так понятно что не рюмку а вот за руль говорит сел потому что козырек в машине сломался поехал за запчастями видать все же не лучший раз попался сколько выпил покажет алкотестер на посту дпс при понятых предлагают пройти освидетельствование продуться удалось только со второго раза еще 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 все идет анализ смотрите за тянет камеру когда будет анализ там циферки нужно было скажет продиктуйте циферки но наверно много ух смотрите полтора миллиграмма на литр это уже за гранью и пока в отношении мужчины составляется материал уже об уголовном деле злоумышленник нашел как он думал самый лучший выход из ситуации сотрудники госавтоинспекции напоминают что штраф за вождение в пьяном виде 30 тысяч и лишение водительских прав на срок до двух лет а за повторная уголовная ответственность в этот раз эту меру вполне могут применить с 19 августа на территории рязанской области стартует сезон осенней охоты но в время сегодня существуют противопожарные нормативные акты запрещающие заходить в лес управление росгвардии по рязанской области уже анонсировала проведение собственных профилактических мероприятий как это все можно будет совмещать в нашем следующем сюжете самое суровое нарушение на охоте которое выявили сотрудники управления росгвардии это когда мужчина пришел в лес вообще не со своим оружием ружье говорит нашел вот и решил пострелять как итог административное наказание ружье изъяли и уничтожили чтобы ошибок таких не совершать сотрудники управления росгвардии напомнили что должно быть с собой у охотника при себе охотник должен иметь разрешение на оружие которое он берет с собой разрешение на добычу охотничьих ресурсов охотничий билет и путевку в конкретное охотничье хозяйство с 19 августа стартует сезон охоты на водоплавающую болотно-луговую степную и полевую дичь правила те же взять путевку разряженное оружие в чехле и разрешение на него плюс такой же документ на добычу охотничьих ресурсов и само собой не забыть о самом важном охотничьим билете отсутствие документов кстати самое частое нарушение на втором месте нарушения правил перевозки оружия тройку лидеров замыкает административная статья о нарушении сроков регистрации оружия есть говорят разгвардейцы и вопиющие нарушения например когда один охотник начинает передавать свое ружье другому за это тоже можно получить штраф а уж за пьяную охоту можно вообще лишиться и своего ружья и пяти тысяч рублей также часто встречается охота начинается у нас открывается в субботу соответственно все компании собирают с вечера пятницы начинает дело отмечать на утро там по утренней зорьке все встают еще состояние алкогольного опьянения то есть у нас по закону тоже запрещено находиться с оружием в состоянии алкогольного опьянения то есть если будут такие факты выявлены будет проводиться освидетельствование наличие алкогольного опьянения и соответственно оружие будет изыматься человек будет привлечен к административной ответственности в остальном правила которые нужно помнить охотникам стандартные не стрелять вблизи 200 метров от населенных пунктов при плохой видимости и не вести огонь по информационным знакам а также вблизи электропроводов запрещается оставлять оружие и патроны без присмотра а также загонять дичь таким образом чтобы охотники располагались с разных сторон другой важный момент перед охотой это противопожарный режим в лесах перед выездом в охоту годья стоит почитать нормативный документ чтобы понять можно ли вообще находиться в лесу или под запретом только разжигание костров данные эти обновляются регулярно а актуальный текст всегда можно найти в интернете дефицит кадров один из основных внутренних сдерживающих факторов развития рязанской экономики учитывая рост гособоронзаказа решать этот вопрос нужно через образовательные программы об этом сегодня заявила зампред регионального правительства юлия швакова она говорила в основном об экономике цифры звучали оптимистичные доклад зампреда рязанского правительства юлию швакова изобиловал цифрами в основном позитивными да региональная экономика получила поддых западными санкциями да не все субъекты с этим справляются но что касается рязанской области тут и все пока мажорно наша главная задача это обеспечить устойчивость производственного те сектора технологический суверенитет и обеспечить выход на новые рынки хочу сказать что российская и рязанская экономика оказались достаточно устойчивы к этим вызовам и об этом свидетельствуют тема кропоказатели которые вы видите на слайде воловой региональный продукт за прошлый год по рязанской области увеличился на 2,3 процента при среднероссийском падении на 2,1 процента и именно благодаря работе промышленного и финансового сектора нам удалось добиться беспрецедентного роста доходов бюджета в прошлом году рост налоговых и неналоговых доходов составил 23 процента за прошедший период текущего года это еще плюс 5,5 процентов и плюс 40 миллиардов рублей которые перечислили рязанские предприятия в федеральный бюджет при всей бравурности цифр валовый региональный продукт рязанской области оценивают в 611 миллиардов рублей его распределение на душу населения оставляет желать лучшего отставания от общероссийского показателя аж на 40 процентов это можно назвать местечковой жадностью это можно назвать неэффективной системы управления а вот юлия швакова назвала это скрытыми резервами поэтому первое с чего мы начали это сфокусировались на трех основных задачах первое это максимальное привлечение ресурсов регион и поддержка подчеркну эффективных предприятий второе это создание и развитие инновационной инфраструктуры и третье кардинальное изменение подходов в управлении проектами для развития экономики необходимо активнее использовать стимулирующие меры в первую очередь предусмотрены для регионов на федеральном уровне ну и конечно делать ставку на экспорт несмотря на санкции у нас сегодня абсолютно нет иллюзии о том что в современном мире можно прожить в полностью изолированной системе и кстати хочу отметить что многим нашим партнерам удалось сохранить связи со своими европейскими партнерами и это делается сейчас и через параллельные импорты через технологических партнеров из дружественных стран но санкции безусловно накладывает свой отпечаток поэтому наша основная задача в том числе переориентация на новые рынки это прежде всего страны снг южно-юго-восточной центральной азии ближнего среднего востока африки латинской америки это очень емкие рынки нам необходимо завоевывать позиции именно там создание аэрокосмической долины в рязанской области идет своим чередом у проекта уже 26 резидентов и более 60 компаний партнеров есть проекты в области информационных систем и технологий биомедицины развития зарядной инфраструктуры информационных систем а еще юлия швакова снова анонсировала проведение в рязани всероссийского форума мфц для получения лучших практик в стране сегодня в рязанском радиотехническом университете прошли пожарно-тактические учения в них задействовали 13 единиц техники и 35 человек личного состава справились или нет расскажем далее короткое замыкание электропроводки в библиотеке лабораторного корпуса 10 человек уже покинули здание но по сообщению очевидцев корпусе еще остались трое людей такую вводную получают спасатели и пусть это всего лишь учение пожар условный ликвидацию возгорания и спасение потерпевших проводят непонарошку задачами учений являлась тренировка действий администрации радиоакадемии а также личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона города рязани пожарно-тактические учения решают сразу несколько задач это и оттачивание алгоритмов поведения при пожарах и выработка уличного состава самобладания навыков тактического мышления в основном люди гибнут не от огня или обрушившихся конструкций а от дыма именно поэтому пожарный надевает на пострадавшего самоспасатель подключенный к кислородному баллону и так бойцы тренируются каждый месяц перед началом учебного года особый упор мчс делает на образовательные учреждения кристина бочкарева телекомпания город кто и как расследует дтп какие конкретные экспертизы проводит и на чем основан итоговый вердикт наша съемочная группа побывала в отделе криминалистических экспертиз и все разузнала в данном случае это было очень резонансное дтп после данного дтп было большое исследование данного автобуса в рамках технического состояния деталей узлов то есть практически два-три дня мы жили в городе скопине и осматривали данный автомобиль на техническом состоянии эта авария произошла в скопинском районе 2 января прошлого года в опору моста въехал туристический неоплан для выяснения причин дтп автотехническим экспертом предстояло разобрать автобус изучить все детали и узлы в общем работы было много ссылались люди что автобус перед дтп был неисправен в результате чего мы провели очень крупный корпоративную работу длительную и выявили что автобус перед дтп находился технически исправном состоянии данным дтп послужило действие водителя в отделении автотехнических экспертиз всего несколько человек однако спектр задач у них огромный в день может быть по несколько выездов на дтп с летальным исходом первая задача выехать на место происшествия полностью осмотреть его для этого эксперты используют чемодан под названием пульсар основном в нем находится инструмент слесарный для необходимых каких-либо вы вырезов еще чего-либо из транспортных средств если это все понадобится изымать также находится фотоаппарат измеритель эффективности тормозных сил криминалистические линейки и иные приспособления которые необходимы при осмотре мест происшествия следующая задача по всем зафиксированным следам составить точную картину дтп проще говоря выяснить кто стал виновником аварии следы эти фиксируют как сами эксперты так и следователи после уже кабинетная работа здесь и составляют отчет по которому следователям нужно установить кто виновник дтп самый насыщенный на выезды сезон говорят эксперты лето поэтому сейчас у них во всех смыслах горячие деньги на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv на наших страничках в соцсетях всего доброго